Привет-привет! Фанин, скажи привет зрителям. Ну, в общем, я уже сижу в Феде, все нормально. Камера выжила, как вы видите. Сейчас камера была. Ну, сейчас расскажу историю. Я засняла кусочек истории. Я сижу, никому не мешаю, сплю, можно сказать, на рюкзаке. Тут так неожиданно вообще вваливает мужик, огромный качок, садится. Вообще, хамло полнейшее. Прижал меня просто к стенке, я ему говорю, поднимитесь, пожалуйста, занимайте очень много места, вы реально меня прижали. Он такой, и чё? Я говорю, ну как, чего? Вы очень много места занимаете, вы мне мешаете. Встань, не нравится, встала и вышла. Охренеть, кот. Я беру камеру, начинаю это снимать. Он начинает на меня орачивать, я сейчас камеру разобью. Вот я убираю камеру, вот, и говорю ему, то что, конечно, говорю, со слабой женщиной справиться легко. Вы можете и камеру у меня отнять или разбить. Вот, но, говорю, с тем, что сейчас, говорю, у вас внутри творится, с тем, от чего вы защищаетесь, то, сколько говна, говорю, у вас не справитесь, и, возможно, скоро она вас захлестнет. Вот, в общем, у него в глазах было очень много эмоций. Он обматерил меня, конечно, и вышел на следующей станции. Да, понятно. Не смог дальше. Да, он вышел. Но, просто, блин, конечно, легко справиться со слабой, тоненькой женщиной. Ну вот, так что вот такая вот история произошла с Петровым. Я кусочек сняла, и, ну, дабы камера была не разбита, действительно, я её убрала. Я не сказала, чем мы идем в Ловню. У моей подруги там будет соревнование, конное, костюмированное соревнование. Она будет цыганкой, и попросила меня тоже выйти вместе с ней, побыть цыганкой. Я пока ещё думаю. Я с собой взяла все атрибуты своего костюма, но пока ещё под вопросом. Не знаю, хочу ли я выходить. Поверните налево. Опять налево. И сейчас, по-моему, мой аппарат. Мы с Полиной уже подъезжаем к Ловне. О, озеро. О, озеро. Большое озеро. Ну, наверное, не хранит виды. Вот только видно тебя. Вот. А, видно. Вот такое озеро. Здесь можно купаться. Такая реклама. Хотя я там ни разу не купалась. Были на конюшне, и вот даже уже переобулись. Переобулись. Нас предупредили, что очень грязно, что мы надели резиновые сапоги. У меня розовую бабочку, а у Полины так себе. Нормальные, похоже, мне сапоги. Так. Какая красота! Ты посмотри на неё. Привет. 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 Так, а здесь туалет. Где? Хочешь попрекалывать? Так, ключ вместо кармана положил я куда-то в дырку, и он мне удивил сапоги. Почему-то я не удивлена. Там всё будет. Ой, какой знакомый запах. Какой же знакомый запах. Что, я переоделась. Я цыганка. Цыганка на конюшне. Правильно, я надели сапоги. Всё в ромашках. Ой, в эдуванчиках. Цветовое сочетание цыганское. То есть никакого. Всё в ромашках. Полина Сергеевна, как Ваши ощущения? У меня отличные ощущения. Я очень люблю лошадей. Очень люблю эту атмосферу перед соревнованиями. Такую волнительную. И, в общем, будем болеть за девчонок. Чтобы они пришли все первые. Все первые. Им дали суперграмоту. И супермедальку. Я там слышу о подарке. Какие дают. Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Морковки Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok